Дамы и господа, звучат звуки саксофона, значит мы опять начинаем. Сидим, так сказать, передим с дедом на разные непотребные темы, потому что потребными темами это назвать вообще невозможно. Так, давайте быстренько, а то времени отдыхать не останется. Значит, что произошло? Вышел очередной номер вот этой сибирской пионерской правды под названием «За рулём». Значит, 27. Вот такая женщина здесь на тизере. В принципе, неплохая, кстати, вполне женщина, да, если бы не мелкие детали. Сейчас разберёмся в них. Вот, ничего не поменялось, «За рулём» по-прежнему распространяется с помощью сети ВКонтакте. Всё через жопу. Хотя, вроде бы, дед всё сказал в предыдущий раз, что надо делать, как надо делать. Вот, эта обложка «За рулём» 27, судя по всему, женщина другая, потому что белые зубы и красные волосы. Вот, дидактика им держит в руках, ну, дай бог. Вёрстка обложки подсказывает нам, что сибирские коллеги, ну, не то чтобы ничего не услышали из предыдущего моего видео, но, скорее всего, у них какая-то своя система. Вот, хочется всё почитать, но завёрстано как говно, вот, и поэтому приходится пропускать. Значит, буквально на первой же странице мы видим упоминание, вот, подробная статья, основанная на рекомендациях Росспектромнадзора. Ну, это мы уже знаем, как бы, это примерно как спектромизировать, когда, как бы, хочешь, как лучше, но не получается. Ну, значит, что интересно, вот, четвёртая страница, ну, там она не четвёртая, если обложку пропустить, там она вторая. Значит, нам сообщают, меньше месяца остаётся до крутой творческой димопатии мультиматограф. Приём работ уже открыт, причём подчёркнуто, скорее всего, даже гиперссылка, даже нажимать не будем проводить. Чем ещё заняться, сидя дома? Конечно, димованием и прочим компьютерным творчеством. Внимание! Значит, смотрим момент публикации за рулём. Час назад. Сегодня в 7.7.28. Стоит ли говорить, что мультиматограф отменён примерно 36 часов назад? 36 часов назад! Ребят, а вы не могли этот абзац переписать просто? Это ж просто электронная, печатная, хорошо, газета, да? Вы чё, в типографию тираж сдали и не могли уже изменить этот текст, что мультиматограф отменён? Нет? Такой возможности не было у вас? Давайте дед вам расскажет одну историю. В 99-м году был какой-то димопатия в Белоруссии, если не ошибаюсь, или нет, отставить, в Краснодаре. Наверное, Миллениум это был. И там выставлялись работы ковровской группы Eternity Industries. И когда дед получил результаты Миллениума по своим каналам, там, стремительно, дед просто вышел из дома, спустился два квартала вниз, зашёл на отделение телеграфной связи, телеграфной, и отправил телеграмму в ковров. Там, ребята, вы победили, большое спасибо. Это было в 99-м году. Вы чё там вообще? Полностью, что ли, улуло? В 2020 году, спустя 36 часов после анонса отмены мультиматографа, вы в газете не можете написать, что он отменён? Окей. Кстати, QR-код мультиматографа, да? Сразу вопрос. Сразу вопрос. Прямо не отходя от кассы. А тут много QR-кодов, кстати. Вот здесь, там, тут. Значит, вместе с журналом предлагается скачать некий attachment zip. В нём какой-то ТРД живёт. Мы сейчас найдём, конечно, его ещё, да? Вот вопрос. На протяжении всех десятков страниц этого журнала я могу найти QR-код, по которому я могу скачать attachment zip? Вероятность 200%, что нет. Ну, просто вот мозгов-то не хватает, как бы, на это. Совершенно не хватает. А самое главное, не хватает денег на хостинг. И когда вот приложение, всё вот это на Яндекс.Диске, на ВКонтакте.ком, это всё нормально. Это как бы, вот, когда 4 QR-кода, это всё прекрасно. А QR-код с собственным приложением никто сделать не может. Гомосятина. Значит, читать, естественно, невозможно, потому что всё завёршено просто через жопу. Доходим, значит, до конца. Смотрим внимательно. Значит, конец, 31 страница, 32 страницы. Профилактика какая-то. Вот опять Росспектрумнадзор. Ну, чё, ребят, ну как так можно? Ну, какой Росспектрумнадзор? Ну, что у вас там в голове этого происходит? Отличная дама. Прекрасная. Вот финальная картинка замечательная, да? Вот, вот, отличная девушка. Сидит себе, значит, усами шевелит. Вот, значит, у нас, получается, три всего здесь дамы есть. Вот есть вот эта, которая на тизере, да? Есть вот эта, которая на последней странице обложки. Есть та самая первая, просто перематывать сейчас не буду, ну, которая вначале была, рыжая такая, да? Ну, вот тоже вопрос. Вот вы когда такую даму снимаете, вот она же, всё у неё хорошо, как бы, она в хорошем платье, с хорошей прической, хорошо смотрит, хороший макияж, да? Что у неё с коленками? Она что на них стояла до этого, как бы, снималась в других позах? Ну, неужели вы не знаете, как женщин снимать? Ну, сначала снимают женщин сидя, потом женщин стоя снимают, чтобы не было вот этих всех артефактов. Ну, если там, допустим, какие-то другие проблемы, да? Но ведь можно что-то придумать, можно как-то сделать так, чтобы она была, ну, вообще идеальна, чтобы не приходилось кадрировать. Короче, не уводите деда из себя, значит, Новосибирск, NotSoft, апрель 2020 год. У вас есть один, единственный шанс исправиться перед Россонадзором, перед партией правительством. И если вы не исправляетесь в течение 24 часов с момента выпуска ролика, я вас, ну, не только деканонизирую, а вы, наверное, вынудите меня издавать свой собственный журнал, тоже с женщинами и, значит, фотографиями. Значит, условия очень простые. Вы сейчас достаете все свои архивы, за все свои годы работы над этим журналом. Берете всех женщин, которые вы там публиковали, и публикуете пак, можете ВКонтакте опубликовать, я скачаю, где будут просто джипеги, просто женщин, без всего вот этого обвеса, вот этого вашего, вот этой фигни, да? Просто джипеги, женщин, Full HD или 4K. И вот там, когда вот мы полистаем все это, там календарь ваш приложите в исходниках туда, вот когда мы полистаем все вот это в высоком разрешении, да, там сколько у вас, 50 фотографий, 60 вы там на фотографии, может быть, 100. Может быть, дед вас простит, А пока, друзья мои, ну, даже гомосятиной это назвать трудно. Поэтому что? Пиши, читай, наш друг. До новых встреч. Сидим, пердим с дедом. Пока.